Как заработать на своей музыке? И сколько мы, артисты, зарабатываем с наших песен на цифровой площадках? Мы заработали с работ, которые принесли нам больше всего прослушиваний. Давайте же разбираться. Ну что значит, ну я вообще сдалека. Многие люди уверены, блядь, что мы зарабатываем дохуя денег на своей музыке. Есть реально люди, которые такие сидят. Блядь, я хочу стать артистом, потому что артисты зарабатывают дохуя. Я же видел Лоргенштерна, он там, блядь, с цепями, с тасками, с всякой хуйней. Он богатый, блядь. Мама, я иду быть музыкантом. Дорогие ребята, которые так думают. Вы пиздец как удивитесь, когда получите свои 50 тысяч прослушиваний, 100 тысяч прослушиваний. И появитесь, что... А где мои деньги? Заходя в это глубже, вы поймете, что... Вложив какую-то большую сумму в песню, трек в альбом. Какую-то большую сумму. Ну допустим, возьмем пример в 100 тысяч рублей. Вы берете 100 тысяч рублей и вкладываете в свой личный рейс. То ли альбом, то ли сингл. Особого значения это не имеет. Мы возьмем просто пример. Если вы сами вложитесь в эту работу 100 тысяч рублей. Да, у вас есть, конечно же, шанс получить свои ахваты. Но давайте секундочку вернемся в реальность, где ты ни хера не понимаешь продвижение. Ну вообще, блядь. И ты берешь 100 тысяч рублей, которые ты копил для этого рейса. Или, блядь, у тебя там батя миллиардер, тебе дал 100 тысяч рублей. И ты вкладываешь их, окей. Если трек, твой, без денег, на органике, нет, вывез вообще никак. Но ты вкладывал дохера шортсов, дохера тиктоков и ничего. Скорее всего, скорее всего, твои деньги не окупятся. Потому что ты неправильно вложишься в этот релиз. И сам релиз-то не особо сильный. Вот и результат. Что-то 100 тысяч рублей, что 100 тысяч рублей, вы просраны изду. Да, и это еще считается совсем маленькой суммой для продвижения песни. Чтоб ты понимал. И вот ответьте мне на вопрос. Насколько много мы зарабатываем, если печальные реалии в музыке. И мы еще не берем тот факт, что ты вкладывался до этого денег в музыку, кроме продвижения релиза. Ты купил микрофон, ты купил компьютер для этого. Ты, как мне, может, пошел в студию, записался. То есть тут очень много вложений, которые шли в этот релиз. Еще до этого. В твою музыку. И она не принесла тебе больше, чем это. Это просто вот такой нехороший пример. У меня тоже была одна история с просранными деньгами в альбом. Если хотите, я вам обязательно расскажу об этой печальной истории в одном из видео. Буду рад выложить ваши идеи в комменты. Если вам понравилась идея, ставьте лайк. Наберите большую активность на этом видео, я обязательно выпущу вторую часть. Так вот, вернемся к тому, что я изначально рассказывал. Вообще, сегодня очень проблематично, в принципе, продвигать музыку. Потому что возьмем Моргенштерн. Окей, я много его беру в пример, потому что очень хороший пример. Про ту тему, про которую я сейчас рассказываю. Я сегодня гулял по ТикТоку. И такой, спускаюсь к ним, блядь, это, и вижу трек-считалочку, который у них вышел. Сейчас с НТАЙПом. И сейчас, и с их новым артистом. И я захожу в звук, мне было стало интересно, а сколько же сняли на этот, под этот звук? Трек вышел около пяти дней назад. Типа, должно было набраться, как я думал, хоть, хотя бы тысячу клипов, не знаю. Я был очень сильно удивлен. Потому что на треке, который вышел у Моргенштерна пять дней назад, 53 клипа. Блядь. 53 клипа. У Моргенштерна. И напрашивается вопрос, а каким нафиг образом мне с моим-то бюджетом и с моей-то аудиторией продвигаться в ТикТоке? Ну, это же пиздец. И самое смешное, что треки в стиле Моргена, треки ноунеймов, которые подставляют под отрывки с клипов Моргенштерна, набирают больше, чем его же треки. Вот до какого состояния мы сегодня дошли в нашей музыкальной с вами, друзья, индустрии. Страшно? Ну, пиздец, как страшно. У людей, которым набиралось года два-три назад миллионы, миллионы просмотров, миллионы клипов в ТикТоке сегодня. И я просто стыкно смотреть на их цифры. Такое чувство, будто эти прослушивания, просмотры только и делают, что покупаются для каких-то выябонов. И непонятно просто почему и как. И никто не дает на этого ответов. И никто и не будет давать ответов, потому что по факту правду тот, кто знает, если ее не будет выдавать. Уж поверьте мне, я могу об этом официально заявить. Это правда страшно, то что сейчас происходит в этом плане, потому что как я не понимаю, просто не понимаю, как двигаться артистам сегодня в музыке. Я правда не понимаю. И именно поэтому я решил запустить свой новый челлендж, в котором я буду выпускать по одному треку две, одну неделю. Я понял, многие вообще не поняли, что тут происходит. А до этого я выпускал все свои синглы, которые у меня остались. А там больше 50 штук идеальных. Окей? Не говоря уже про 250 остальных, которые я не уверен. Но я на этих 10 треков хочу потренироваться, хочу прочувствовать полностью, как эти треки продвигать на опыте. Потому что до этого я думал, что продвигать треки, это просто выложить их в тикток и ждать просмотры. И из-за этого я не выкладывал песни на площадки. Моя огромнейшая ошибка. И именно поэтому я объявляюсь с этого момента. Теперь каждую неделю или две будут выходить треки. Обязательно ждите. Кстати, эту новость я объявил в своем телеграм-канале еще несколько дней назад. Но потому что ты не подписан на мой телеграм-канал, ты ее узнал только сейчас. А в телеграме я супер-аксивен. Так что, я не понимал и не понимаю, чего ты ждешь. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Переходи и подписывайся. Сейчас в музыкальной индустрии среди популярных людей очень неоднозначная ситуация в плане того продвигать свое творчество. На ютубе все понятно. Ты выкладываешь видосы, их медиа, и на ютубе ощущается присутствие аудитории. То есть ты можешь выложить видосы, соберясь 30 тысяч просмотров, и твой трек будет с этого уже форситься везде. Это так и работает на ютубе, 30 тысяч просмотров. Это как миллион просмотров в тиктоке. Это как 2 миллиона просмотров в тиктоке. Я не понимаю, почему так. Наверное, потому что аудитория тиктока очень хуёвая. Что я подразумеваю под словом хуёвая, это то, что эта аудитория просто... Ну, ты сидишь в тиктоке, ты перелистываешь видос. Аудитория в тиктоке никогда не будет углубляться в канал человека прям с головой. И похуй. Ей подходит больше то, что у них у тебя... Вот за пизденький. Тебе, блядь, конкретно, вот ты перелистаешь тикток такой, блядь. Ты же не будешь заходить и смотреть весь канал автора. На ютубе у нас всегда была привычка, когда мы видим какой-то интересный видос. Мы заходим всегда на канал авторов, поинтересоваться. Ебать, у него интересная подача, у него интересная кондеп. Ну-ка я, блядь, посмотрю, какие у него ещё видос. Я, блядь, лично, я нам никогда в тиктоке не истал. То, блядь, интересно подмет. Нет, у тебя всегда залетает какая-то хуйня. Не то, что как-то показывает тебя как интересного персонажа в этой мидии. В этой мидийной сфере, а просто что-то интересное или что-то тупое максимально, что влетело в рекомендации. На ютубе же не так. И я наглядный пример этого, потому что мой альбом набрал на ютубе на видосе, с которого пошёл геймэм. Этот удар, по которому разнёсся этот альбом по интернету. На видосе набралось 35 тысяч просмотров за месяц. Окей, я помню, я не знаю сколько сейчас, я не проверял. Ну, 35 тысяч набралось на моём этом видосе. И это правда разнеслось по всему интернету. Просто 30 тысяч просмотров, блядь. И он уже начал разноситься ещё до тестин. С 5 тысяч просмотров начались. Лидея форсится видосы. 5 тысяч просмотров, 5. Где, блядь, в тиктоке за 5 тысяч просмотров? Чебе форсится видос. Среди этих 5 тысяч просмотров, это просто, наверное, люди, когда пристали наху через секунду. А это пиздец. Это реально пиздец. Из-за этого я не совсем понимаю, каким расчётом я должен идти и продвигать свои песни в тиктоке. Почему мне не лучше открыть свой YouTube-канал и просто выкидывать шовцы со сниппетами? Почему, блядь? Непонятно. Просто непонятно. И никто никогда не даёт нормальные, понятные ответы. Все говорят, что в тиктоке легко пропиарить свой трек. Это, скажем так, лучший инструмент для пиаривания. Но я считаю, что если ты любишь песни в тиктоке, и у тебя дав, у я клипы в стиле под эту песню, у тебя всё равно всем будет оплой. И клипы... Вот что мне непонятно с этой ситуацией? Клипы же, сука, клипы. Люди же... Вот ты снял клип на песню какого-то артиста. Ты, сука, взял и снял видео по этой песне. Ты не просто, ёлзка, и снял видео. Я возьму пример ловера. У человека 27 тысяч клипов. Но в телеграм-канале всего 11 тысяч подписчиков. Хотя вы, блядь, все сняли видос о Сквозь Бау, у которого... 99 сот с чем-то миллион, блядь, 900 с чем-то тысяч клипов на трек, ауф. Где все эти люди? Где? Не понятно. Потому что все нам на артистах в тиктоке попы. На ютубе же как-то артист может как-то приблизить что-то внимание. Больше того, что у нас есть и больше времени, чтобы захватить ваше внимание. У нас есть бесконечное время. А в тиктоке максимально 10 минут. И то, эти 10 минут никто именно нахуй не пользуется. И единицы под них снимают. И даже если снимать, никто это нахуй не... Я лично, блядь, с тобой вижу видос в тиктоке 10 минут, и я шлю нахуй этот видос. Потому что я, блядь, пришел, чтобы короткий видос посмотреть. Что-то коротко, ясно, блядь. А мне тут, блядь, у меня на 10 минут попадается какая-то история. Я, может, раз, два, даже за жизнь варил видос, который идет 10 минут. Обнимаю, целую, блядь. Кудар хотите? И всем пока.